Всем привет! Меня зовут Кэт, и ты смотришь Puzzle English. Сегодня хочу поговорить с тобой о глаголах, которые похожи, но на самом деле разные. Это глаголы look, see, watch, stare, glance, glare. Все по порядку. Сразу хочу оговориться, что у таких глаголов, как, например, look или see, может быть какое-то переносное значение, не буквальное. Но сегодня, для простоты, мы поговорим только о буквальных значениях, то есть все, что связано с видеть, наблюдать, смотреть, уставиться, вот это вот все. Итак, начинаем с глагола look. Look – это посмотреть, взглянуть на что-то. Посмотри на меня. То есть ты просишь, чтобы человек повернулся и сфокусировал на тебе взгляд или на чем-то. We did not look at each other. Мы не смотрели друг на друга вчера, допустим, потому что в прошедшем времени. Или please look at this picture here. Пожалуйста, посмотри на эту картинку здесь. Я пытаюсь привлечь твое внимание. Следующее у нас see. Смотри, see, пожалуй, самый объемный из всех этих глаголов, потому что он будет в себе сочетать элементы look и элементы watch. Но давай все по порядку. To see – это у нас, если мы говорим в буквальном смысле, твое физическое состояние, когда ты можешь глазами видеть. Это профизиологический процесс. Я могу видеть. Can you see me? Если я тебя так спрашиваю, ты меня видишь? Это значит, что может быть там темно, я далеко нахожусь или где-то. То есть ты физически видишь меня? Тебе видно? I can see something in that corner. Look. То есть я тебе говорю, что я там что-то в углу вижу и призываю тебя тоже посмотреть. Говорю look, посмотри туда. Теперь, как у нас это все дело сочетается? Когда я прошу тебя взглянуть на что-то, мы уже установили, да? Я говорю look. Но see тоже в этом смысле можно использовать. Взглянуть на что-то, когда ты что-то кому-то показываешь. Например, я тебе говорю, слушай, фотки готовы? Ты говоришь, о, really? Can I see? Могу увидеть, могу посмотреть. Или, например, кто-то с карты едет в машине. Или я с газеты сижу, что-то читаю, а ты такой говоришь, let me see. Дай-ка я сам посмотрю. Дай мне убедиться самому своими глазами увидеть. То есть вот здесь у see идет пересечение с look немножко. Дальше мы переходим к глаголу watch, у которого see тоже будут пересечения. Это надо просто запомнить, и чем больше ты это используешь, тем больше ты интуитивно будешь понимать, да, где и что использовать. Watch – это процесс смотрения. То есть если look – это взгляни, see – это я физически могу видеть, то watch – это процесс, что я что-то смотрю, на кого-то смотрю. Я смотрю фильм. Все мы знаем выражение to watch TV, да, смотреть телевизор будет именно watch. На протяжении времени имеется в виду. Не просто взгляни, да, а вот прям ты смотришь. What are you doing? Я тебя спрашиваю. Что делаешь? I'm watching a movie. Я смотрю кино сейчас. Ты также можешь смотреть, наблюдать, в смысле, да, за другим человеком. То есть, допустим, ты чем-то занимаешься, и вдруг замечаешься, кто-то на тебя смотрит. И ты такой – are you watching me or something? Ты что, за мной следишь? Ты за мной наблюдаешь? Вот в таком смысле. Еще, естественно, есть переносное значение. Быстренько его озвучу, потому что оно как бы соотносится с процессом наблюдения. Это когда ты присматриваешь за кем-то, да. I will watch the children. Don't worry. Я присмотрю за детьми. Не переживай. Так, теперь пресечение с see. Вот здесь сейчас нужно разобраться. Ты можешь использовать глагол to see, когда ты говоришь, что ты посмотрел какое-то кино, передачу и так далее. Сразу оговорюсь, когда мы смотрим TV, это всегда watch. I watch TV every day. Я каждый день смотрю телевизор. Потому что ты не имеешь в виду какой-то конкретный кусок. Программу, фильм, видео, да. I watch TV. Но если ты говоришь, например, сейчас я приведу пример, станет понятно. Мы, допустим, с тобой сидим и выбираем на Нетфликсе, что посмотреть. Я говорю, I wanna watch this one. Did you see it? Я хочу посмотреть, я хочу посмотреть этот фильм. А ты-то его уже видел. Человек отвечает, oh yes, I watched it last night. Да, я его посмотрел вчера ночью. Или он может ответить, yes, I saw it last night. Вот здесь, в принципе, ты можешь использовать и то, и другое. То есть, see с watch соотносится именно, когда речь идет о просмотре каких-то программ, видео и фильмов. Но здесь такой немножко нюанс. То есть, watch это больше как процесс, see это больше как констатация факта. Да, я видел этот фильм. Ты уже посмотрел джентльмена в Гая Ричи? Да, да, посмотрел две недели назад, месяц назад, год назад и так далее. Так, надеюсь, не запутала я вас. То есть, это вот такой момент, когда see относится и к look, и к watch. Дальше будет проще, я обещаю. Честное слово. Дальше мы переходим к разным степеням. Как можно смотреть на человека, да? Есть такой замечательный глагол to stare. To stare, это означает уставиться. То есть, здесь есть намерение. Когда ты прямо уставился намеренно, широко раскрытыми глазами смотришь. Прям вот есть какая-то интенсивность во взгляде. Например, мы возвращаемся с вечеринки, я говорю. I'm pretty sure that girl was staring at me. То есть, я обсуждаю какую-то девочку, которая вот прямо уставилась на меня, и она на меня пялилась какое-то время. Об этом речь. Пялиться даже я бы перевела на русский. Можно человеку задать вопрос. Why are you staring at me? Ты чего на меня уставился? Что ты так пялишься на меня? Ну, это не очень вежливый вопрос, сразу оговорюсь. Или, если, допустим, что-то необычное происходит, ты говоришь только не это, не пялься, да? Don't stare at that man. Не смотри, не смотри на этого человека, не надо на него пялиться, отвернись, допустим. Дальше мы переходим тоже к пристальному рассматриванию, но здесь пойдет степень. То есть, если stare, это очень интенсивно, с намерением ты уставился. Есть еще слово to gaze. Gaze это тоже, это как бы залипнуть. Вот ты смотришь на чем-то, на кого-то, на что-то, немножко, знаешь, такой, более в расслабленной форме. То есть, ты немножко такой в своих мыслях, и, может быть, ты смотришь с удивлением, или с каким-то восхищением. Но это разница, да? Чувствуете разницу между ставиться, и вот как-то вот ты залип и смотришь, изучаешь, вот что это такое, непонятно. Задумчиво, задумчиво смотришь. Он может часами рассматривать себя в зеркало. То есть, здесь тоже есть намерение, но оно не такое интенсивное, как stare. Она как-то вот смотрела на него с удивлением, не веря тому, что он говорит, когда он сообщил ей новости. Это вот это. Дальше мы снова нагоняем, мы увеличиваем температуру. У нас есть слово glare. To glare – это тоже смотреть очень интенсивно, с намерением, по-русски мы говорим, гневно сверкнуть глазами. Вот гневно уставиться на кого-то – это glare. То есть, здесь прямо у нас присутствует злость, ненависть, раздражение. То есть, вот ты прям, не просто ты смотришь широко раскрытыми глазами, а ты смотришь, и видно, что тебя бесит что-то, на что ты смотришь. Или тебя это очень злит или раздражает. Кстати, обращаю ваше внимание, почти у всех этих глаголов просмотреть, у них предлог at. Будет исключение, я вам его озвучу. Она ничего не сказала, просто вот как бы очень агрессивно на меня уставилась, очень агрессивно на меня смотрела, да, взглянула на меня. То есть, он вот так вот сверкнул на детей глазами со злостью. Вот glare ни с чем не перепутаешь, это видно, что человек в бешенстве. Дальше мы снова снижаем градус. Мы переходим к слову peer. To peer – лучший способ это проиллюстрировать, это когда ты вглядываешься во что-то, потому что тебе не видно, пытаешься разглядеть. Вот смотри, когда ты подходишь к какому-нибудь дому, и тебе надо внутрь заглянуть, наружу светло, внутри темно, ничего не видно. Ты вот так вот подходишь, и что-то там всматриваешься, вот это peer, то есть, когда с трудом пытаешься что-то рассмотреть. И вот у этого, кстати, есть разные предлоги. To peer at something, into something, или through something. Здесь все три можно использовать в зависимости от того, как. Например, he peered through the window, как раз, да, he peered through the window, он вот через окно пытался рассмотреть, but couldn't see anything, но ничего не мог разглядеть. Смотрите, couldn't see, физически не мог видеть ничего. He peered at me over his spectacles. Он вот так вот очки приспустил, и вот так вот взглянул на меня, пытаясь рассмотреть, что, кто, кто здесь, вот так вот. Или he peered into the abyss. Into, abyss – это пропасть. То есть, человек peered, он вот пытается всматриваться into, потому что ты вглубь, туда, внутрь, пытаешься всмотреться. Дальше, не все у нас интенсивно, когда мы смотрим на людей. Есть у нас такое в русском языке, глянуть быстренько, мельком, мельком посмотреть, в английском тоже оно есть. To glance. To glance – это вот быстренько окинуть взглядом, мельком пробежаться. She glanced at her watch. Да, она быстренько взглянула на часы, и там пошла по своим делам. He glanced briefly at the newspaper. Он быстренько пробежался глазами, взглянул на газету. И последнее на сегодня слово. Ребят, этих слов, которые обозначают степени того, как ты смотришь, видишь и наблюдаешь, гораздо больше. Но если ты выучишь хотя бы эти, будет уже хорошо. Так, последнее на сегодня. Девятое. To peep. Не путаем, да? To peer и to peep. Peep – это подглядывать, подсматривать, чтобы никто, ну вот как-то тихонечко, да, из угла, из шторок в замочную скважину – это всё to peep. Я видел, что она через занавесочки, да, подглядывает. Его поймали, когда он подглядывал через замочную скважину. И закончить я хочу клёвым выражением, криминальным. Есть такое выражение peeping Tom, подглядывающий Tom. Оно означает, это конкретно, как правило, это мужчина, который ходит по району и заглядывает в окна, чтобы подсматривать за женщинами, когда они переодеваются, когда они раздеты и так далее. То есть, ну это преступление, за это, по-моему, есть статья, не знаю, есть ли в России, но в Америке точно есть. Вот peeping Tom – это вот этот подглядывающий такой товарищ. Вот так. Ну что ж, надеюсь, тебе стало немножко понятнее, как различать все эти глаголы. Спасибо большое, что смотрели. И до новых встреч на Puzzle English. ПО-И poses в России. ПО-У�ера. ПО-У�с. ПО-У Notre Dame. ПО-Уропa себя. ПО-У fact. ПО-У or Logan. Э've ser. ПО-У ever mom. 帍 ج參. ПЛА flower. ПО-У nevertheless. P implicit love. Kahэ.